Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвот и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива». С вами Юрий Гемельфар и Александр Глушенко. Саш, ну сегодня, вот 5 ноября, это большой праздник, это День военной разведки. И поскольку ты боевой заслуженный офицер, вот я хочу поздравить тебя с этим светлым праздником, с Днем военной разведки, ну и пожелать самого хорошего и так далее. Юрий, 5 ноября, это день образования, кстати, столетия со дня образования того самого главного разведывательного управления. Ну, вот. Но дело в том, что, понимаешь, я имел определенное отношение к разведке, я даже больше того и занимался, и имел у себя в подчинении ряд серьезных разведорганов. И вот сегодня, сейчас я припоминаю своих друзей, которые большой вклад в военную разведку внесли, честное слово, очень достойные, можно сказать, героические люди. Но при этом, слышь, вот с этим управлением 5 числа мне ничего общего иметь не хочется. Ну, как-то, знаешь, я краснеть начинаю, ты замечаешь на экране? Краснеть начинаю. Ну, чуть-чуть. Но тут какая вещь. Дело в том, что наш вождь Владимир Владимирович Путин, он предложил вернуть главному управлению генштаба букву Р, то есть вернуть слово из трех букв. ГРУ. И вот я процитирую. Непонятно, куда исчезло слово разведывательное. Главное разведывательное управление. Надо бы восстановить, сказал Владимир Владимирович, поздравляя сотрудников ведомства, вот как ты сказал, со столетием этой организации. И тут, как сообщает РИА Новости, инициатива была встречена бурными продолжительными аплодисментами. Правда, о том, переросли ли они в овацию или нет, об этом не сообщается. Но дело в том, что это очень понравилось народу. И в частности, сенатор Олег Морозов, он заявил, что это обязательно нужно сделать, потому что это слово из трех букв, оно приводит врагов в ужас. Вот я тоже процитирую. Наш президент, как известно, борец и отлично понимает дух борцовской схватки. На Западе аббревиатуру ГРУ не забыли, она их пугает. Это уже символ разведывательной мощи России. Да и у нас у всех на памяти и на языке ГРУ. Поэтому именно в устах президента логично звучит это предложение врагам. Боитесь, получите своим. Помним и гордимся. Вот в этом плане, Саша, я стесняюсь, конечно, спросить, но гордимся чем? Вот этими не Петровым, не Башировым или Мишкиным Чепигой чем гордимся? Я не очень понимаю. Там еще много-много-много всяких косяков. Там, помнишь, попытка взломать сеть агентства по борьбе с химическим оружием и так далее, и так далее. Там еще четверо изгнанных из Европы этих агентов. Так я тебе больше скажу. Вчера, Саша, вчера Министерство юстиции Соединенных Штатов, оно обнародовало, во-первых, имена семерых предполагаемых агентов ГРУ, которых подозревают в кибератаках на ВАДА, Всемирное антидопинское агентство. И другие 34 организации. Плюс обнародовало еще до этого, в начале октября, список из 306 агентов ГРУ, которые творили нехорошо в Европе. Вот какое-то странное достижение. Короче, подтекст выступления этого сенатора такой. Мы вам все дверные ручки перемажем дерьмом, и вы мучаетесь после этого. Отмываетесь, лечитесь в больницах и так далее. А насчет того, что список всех, все агентуры ГРУ вообще засвечен. Это же такая банальность, которую, в принципе, я даже расскажу, откуда это все взяло. Да, вот это интересно. Я на себе много раз это испытывал, когда переводишься из одной воинской части в другую, а у военных это судьба, скажем так. Вот я, например, за 27 лет променял 14 воинских частей. То есть примерно по два года на одном месте я находился. И когда ты приезжаешь к новому месту службы, как правило, сразу квартиру тебе не дать. Либо ты живешь в каком-то общежитии некоторое время, либо снимаешь частную квартиру. При этом в законе написано, что военнослужащий получает регистрационную, вот эту подписку, как раньше называлось, сейчас это регистрационный учет, при воинской части. Там даже домовая книга, специальный человек там сидит, который записывает в эту книгу, ставит там штамп в паспорте, что ты прописан именно при этом месте. То есть воинская часть играет роль, ну, домоуправления, паспортного стола и так далее. Так вот, все эти ребята, которые съехали служить в Москву, а это престижно, это перспектива получения квартиры в Москве. Может быть, в Подмосковье в ближнем, сейчас там по-разному решаются эти вопросы. Их всех прописали в одном месте. То есть на Хорошевке 24. Там же взяли ничего плохого в том, что военнослужащий, разведчик, неважно кто он, по своему статусу, имеет автомобиль тоже плохого, ничего в этом нет. Сейчас машиной никого не удивишь. Там у кого-то ржавый запорожец, у кого-то, как у Мишкина с Чипири, они там друг другу продавали какой-то ленд-круза. Все эти делки идут по паспорту. Постановка машинного учета тоже по паспорту. А база данной ГИБДД, она продается на горбун. Поэтому купили этот диск с базой данной ГИБДД, вставили его в компьютер в американском посольстве, или где там, я не знаю, в английском посольстве, или где-нибудь в службе МИ-6 там в Лондоне. В основе, опа, 300 человек, 300 сто есть, да, если точно не быть. Поставили свой транспорт на учет в здании, которое в принципе не может вместить 306 человек. Оно их может, ну так, заработать, то есть так может. Так что это такое? Потом смотрят их слабый поевый путь. Все позаканчивали. Либо какие-то вузы, связанные с разведкой, например, сейчас профилируют все в этом вопросе. Училище, да, Дальневосточное общевойсковое командное училище. Либо, то есть это факультет Академии Фрунзе, вот я на параллельном с ними учился. Либо Военно-дипломатическую Академию, или Академию ГРУ, ГРУ ее так сейчас называют. Вот. Смотрели слабый боевой путь, где люди учились, где жили, где служили, куда ездили. По счету они там практически. Вот у тебя и вскрыта вся сеть. Я все-таки представляю, я вспоминаю вот эти фильмы, там типа Сика Бейдж, там про этого, Йоган Атайса, 17 дневновений весны, вариант Омега. Постановка хорошая, идея такая. Потому что такого не было, на самом деле. Это просто не существовало, не могло существовать. Но тем не менее, смотришь, насколько там все это законспирировано, как это все закрыто, как это все непонятно. Может быть, тогда, конечно, проще было это делать, когда письма писали молоком между строк книжки какой-нибудь, а передавали там, имели специальную родительскую КЭП. Часто понятно, в интернете можно закинуть, что хочешь, так мало того, в интернете можно найти все, что хочешь. Имеется в виду данные на любого человека. Так как-то надо все умнее поступать. У них еще было совещание, в частности, в октябре, по разговору, по-другому, наверное, сказал, что там нас были, верхом разъединяйство, безалаберность, непрофессионализм и так далее. Ага, и была фраза, они бы еще буденовки одели. А после этого Коробова начальника этого ГУ, так назовем, ГУ, ГШ вызвал к себе Путина, и после этого у него там чуть ли не инфаркт случился. Ну да. И предположение, что его снимут, выгонят и так далее. Ну, что ж, ребят, можем вот сейчас, только подводя итоги, поздравлять с высокопродуктивной деятельностью в соответствии с основными принципами разведки, которые, к сожалению, соблюдены не будут. Я вот сейчас по памяти могу вам эти принципы назвать. Это целенаправленность, непрерывность, активность, скрытность, оперативность, своевременность, достоверность и точность определения карты на цели. Вот, восемь принципов. Я их прямо из головы сейчас вам вынул, из учебника по разведке. Но, ведь дело в том, что ни один не был соблюден. Ну, можно теперь сказать, что Владимир Владимирович наградил генерал-полковника Коробова дополнительной буквой. То есть, слово из трех букв. Ну, на мой взгляд, теперь нужно изменить символ ГРУ и добавить туда салсберецкий шпиль. Наверное, это тоже будет правильно. Да-да-да-да-да. А все дверные ручки во всех кабинетах обмотать марлей, как это, знаешь, делается во время эпидемии гриппов. Потому что мало ли чего, ведь кто-то обидится, у кого-то там, у кого-то будет жаба тушить, что одному повезло, другому не повезло. Ну, да, еще, эту домовую книгу-то, повидя на куски и пропишите их в разных концертах. Ну, в конце концов, весь свой штат этих серьезных агентов, которые ведут неудобимую деятельность по добыванию сведений и измазыванию дверных ручек. Ну, хотя бы засекретить каким-то образом. Ну, у меня вообще создается такое впечатление, что ГРУ, оно взяло пример с таджиков, которые прописываются в так называемых резиновых квартирах. В однокомнатной квартире 30 человек или даже больше. Вот они здесь на Хорошевке 24 прописали свои там 300 человек или сколько. Ну, вот пример берут, видимо, оттуда. Они из учебников. Кстати, а вот все-таки всех четверых отравителей, так называемых, нам и не показали. Ведь нам показали условно Петрова и Баширова, а Мишкину и Чпигу так и не показали. Согласен? А вот это, я считаю, правильно. Это человеколюбие. Потому что вот если бы я их увидел, я бы решил, что у меня в глазах двоится. Это человеколюбие. Это тут и зря. А по логике открытого информационного общества, по идее, должны были сидеть в студии у Симоньян все четверо. Все четверо сидеть и рассказывать, что эти два там шпилелюбителя, да, они ездили просто в турпоездку. А мы два человека других там, Чпига и Мишкин, в это время вообще были в другом конце Европы, там мира и чего угодно. Ну и раздвоить Симоньян тогда, для полного счастья, тоже может быть Симоньян, но не Симоньян. Что-то молчит, не знаю, не хочет, или ей команду не давали. Хотя, та же Саудовская Аравия, которую мы считаем, что по сравнению с Россией там не соблюдается, там является сомнительной информацией о соблюдении прав человека. Она уже арестовала 18 человек, связанных с убийством... Хашоги, да, 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 да. Это другое. Да, 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 у арабского происхождения. Уже идет серьезнейший расценный на уровне всего государства, и наследный принц, и король Сангусской Аравии, они все открестились от этой проблемы. Они сказали, нет, ребят, это не мы, мы этого не знаем. Значит, это чья-то частная там такая инициатива, исполнительская инициатива. Мы даже этого, в принципе, сделать не могли. У нас лишнюю букву вводят в название главного управления. Хотя, в принципе, это логично. Там в Генеральном штабе несколько управлений, по-моему, 9-10. И каждый из них имеет свое название. Там, допустим, главное, организационно-мобилизационное управление, Главное управление связи, там, Главное управление, там, еще чего-то там. Ну, неважно, много управлений там. Ну, почему это было просто Главное управление? Ну, теперь будет Главное разведывание. Хотя будут знать, чем... А, вот, у них привалы-то все шли из-за того, что они не знают, как они называются. А, ну, наверное, это точно. Как называются, а чем занимаются. Логично. Ну, что ж, друзья, вы слышали нашу точку зрения по поводу появления в Российской Федерации и в русском языке нового слова из трех букв. Это не то, что вы подумали, а ГРЛУ. Но я, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. До встречи. Так. Весь в грязи и в попе ветка появляется разведка. Пока.